«Объединяем лидеров» – это одно из направлений российского движения детей и молодежи, которое сегодня аккумулировалось под одним названием – «Движение первых». Оно позволит школьникам города общаться, развивать свои личностные качества и показывать творческие способности. Движение наполняется новым современным звучанием, новыми формами работы. Поэтому тоже дает определенные надежды, что будет развиваться доброе начало в наших ребятах, в наших школьниках, в наших студентах, потому что это движение охватывает не только школьный период, но и студенчество. Политехнический лицей номер 21 «Эрудит» решил первым вступить в российское движение детей и молодежи. В школе сегодня много активных ребят, которым неравнодушна судьба города и страны. Если судить по тому, как ребята принимали участие в российском движении школьников, который проект у нас был до этого, то половина школы точно хотят. У нас маленькие ребята очень активные, принимают сейчас на данный момент в проекте «Орлята России». Они с гордостью носят значок «Орленка». И я думаю, что и в РДДМ они тоже с удовольствием вступят. Среди старшеклассников нашлось трое активистов, которые с огромной радостью ждут момента вступления в ряды РДДМ. Они знают, что их ждет, так как ранее уже были в российском движении школьников. Одна из таких активных, целеустремленных – Наталья Татикиди. Я мечтаю получить медицинское образование и стать врачом. Я очень надеюсь, что именно это движение в этом мне поможет. Каким образом? Как вы думаете? Я считаю, что при поступлении в колледж я все-таки продолжу свою деятельность в этом движении. Подписание протоколов и заявлений о вступлении образовательного учреждения в РДДМ – это важная деталь для начала работы ячейки. Людмила Витальевна, мы просим вас подписать заявление в региональное отделение. РДДМ – трансформация российского движения школьников в более масштабную организацию. Это даст детям больше перспективного развития. Мы будем готовить детей в разных направлениях. Это спорт, творчество, киберспорт и так далее. Много направлений, действительно, волонтерческие направления, конкурсы, мероприятия патриотические, спортивные. Все для развития наших детей, нашей молодежи, для развития нашего города, области и нашей страны. К 1 марта подобные ячейки должны появиться в каждой школе. Затем будет создано местное отделение, куда войдут лучшие из лучших. Оно будет базироваться в Центре развития творчества имени Павла Петровича Бажова. Ольга Демьянец, Алексей Карипанов. Новости 11 канала.